Со стороны кажется, что профессия водителя-дальнобойщика довольно уютное занятие. Сиди себе весь день в кресле, крути баранку и смотри в окно, путешествуя по стране и миру. Да и зарплата вроде бы выше средней. Но на деле же все не так уже и беззаботно. Они не представляют своей жизни без дороги. Это длинное колея становится и смыслом жизни, и путем заработка. Наш сегодняшний герой Саид Ильясов. Он в дороге уже 27 лет. С 1993 года работает водителем международных перевозок. Сначала были рейсы по России, после совершенствования навыков вышел на международный уровень. Езжу по всей России, начиная от Сибири, заканчивая средней полосой. За рулем объездил все фактически. Во Владивостоке, правда, не было. Честно говоря, под 60 градусов морозы попадал. Но сейчас уже с возрастом я в такие дела не лезу. В Сибирь уже очень редко езжу. В сегодняшней работе романтики Саид видит уже не так много. По его словам, сейчас это вынужденный способ заработать. Для молодежи кажется, что это романтика. Для меня тоже было первоначально, когда начинал ездить, романтика. Но это все приедается, романтика заканчивается. Сейчас уже вынуждено приходится ездить. Тяжелая работа. Месяцами дома не бываешь. Фуру Саида по праву можно назвать домом на колесах. Кабина настолько комфортная, что, кажется, здесь вполне можно жить. Позади водительского сидения расположено удобное спальное место. И не одно, а целых два. С одеялом, матрасом и подушкой. Ниже кровати расположена выдвижная кухня с плитой, где можно греть еду, варить кофе и чай. Чистое белье. Все у нас здесь есть. Здесь наверху. Сейчас я вам покажу. Если можно, голову немножко. Здесь у нас вот одеяло, белье. Все. Водительская жизнь дальнобойщика нелегка. За месяц он совершает около двух рейсов, каждый из которых длится минимум 12 дней. Комфортной такую жизнь не назовешь, естественно. Ведь за месяц семья видит водителя в общей сложности не больше недели. Жизнь жен дальнобойщиков не менее сложна. Вытерпеть разлуку и жить в вечном ожидании смогут не все. Если хозяйка, мать моих детей, она уважительно относится ко мне, и я к ней уважительно отношусь. И все зависит от женщины. А здесь никаких секретов нет. Если она тебя любит, уважает, она тебя будет ждать. Людей по 15 лет нормальные женщины с тюрьмы ждут. Чего здесь все месяц, иногда поедешь, приедешь. Все равно домой приходишь. По словам Саида, жить за рулем непросто. Да и на здоровье это неминуемо сказывается. Чтобы хоть как-то отвлечься и поддерживать себя в форме, дальнобойщик изобрел неплохой способ, используя простую резинку. Говорит, что такую его методику могут перенять все коллеги по цеху. Едешь долго, устаешь. Вот это все, вот это резинка. Занимаешься спортом на ходу, отвлекает от сна, сон отгоняет. Во-первых. Во-вторых, физически, просто сам себя. Какие бы проблемы не подстерегали в пути, дальнобойщик всегда на позитиве. Ведь это не просто профессия, а особая философия жизни. В дороге никогда не знаешь, что ждет впереди. Вернешься лет домой целым и невредимым. А поэтому используешь каждый день полноценно, как новый шанс.